Проект навыки для будущего охватил 13 университетов Баку, Гянджи и Мингачевера. Их студенты и наставники в течение года обретали самые современные навыки стартапов и учились в межкомандной работе. Обучение прошли 130 преподавателей вузов и 728 студентов. Три лучшие стартап-команды стали победителями итогового конкурса. Би-Пи и партнеры компании провели финальное мероприятие образовательного проекта, направленного на продвижение инноваций и развитие соответствующих навыков. Проект навыки для будущего приурочен к столетию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. По словам вице-президента Би-Пи по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтия Раслан-Бейли, участники проекта получили прекрасную возможность предоставить свои инновационные идеи и проекты. Он отметил, что деловая охватка студентов, их умение работать в команде и полученные ими новые знания станут качествами, необходимыми для построения ими будущего, как собственного, так и страны. Сам проект соответствует целям, поставленным Азербайджанам по расширению и совершенствованию инфраструктуры и механизмов поддержки стартапов. В Азербайджане компания с удовольствием проводит различные социальные проекты, наряду с нашей деятельностью в нефтегазовой сфере. Основной фокус таких социальных идей – образовательные проекты. Одним из других наших проектов, реализуемых совместно со Санхедмет и при поддержке Министерства науки и образования, стало проведение курсов менторства для преподавателей и студентов в 13-местных университетах. Нынешний проект способствует формированию стартап-культуры и развитию предпринимательских навыков у студентов, обучающихся в разных вузах. В целом, на основе нашего опыта мы пришли к выводу, что существует потребность в обучении в сфере предпринимательства и экономической деятельности, чтобы идеи сегодняшних студентов в будущем преобразовались в серьёзные стартапы и компании в экономике. Навыки для будущего реализован образовательной организацией «Инновационный центр». Общая стоимость проекта составила около 82 тысяч монатов. Он стартовал в июне прошлого года и был направлен на продвижение среды инноваций и предпринимательства в 13 университетах Баку. Первый из двух его компонентов наставничества включал в шестимесячную программу обучения для 130 преподавателей вузов. Подготовка эффективных наставников нацелена на помощь студентам в развитии навыков стартапов и предпринимательства. Вторым компонентом стала инкубационная программа. Она охватила 728 студентов, выбранных из подавших в заявке более 220 тысяч человек. Эта программа дала участникам возможность превратить свои стартап-идеи в готовые проекты из области предпринимательства, творчества и других навыков. Основная цель – привлечение студентов и молодёжи к современным технологическим наукам, инновациям, оказание им поддержки в рамках различных программ для преобразования полученных зданий в бизнес-стартапы. За эти два года студентами было сформировано около 100 новых стартапов. Это также показывает, что проект достиг поставленных целей и будет иметь успешное продолжение. У нас стартап называется Helemo. Это класс-проформерное приложение для связи с психологами с использованием VR-технологий. У нас будет устанавливаться VR-камера в кабинете психологов. И мы будем в аренду давать пациентам VR-очки при помощи VR-очков. При связи с психологом будет более глубокое погружение, более лучший психологический опыт и выздоровление. На финальном мероприятии под названием Pitch Day были представлены проекты 19 стартап-команд, выбранных менторами из 181 группы в результате общих инкубационных программ. Трем лучшим командам стартапов и их наставникам были вручены награды. Первое место заняла ABC, наставника университета нефти и промышленности Юнельма Медли. Агробот, наставника аграрного университета Турала Рустамова, заняла второе место. Команда ВОШИ, наставника Бакинского инженерного университета Мурада Гурбанова, заняла третье место. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...